Мы отражаем все тех предыдущих, которые используются отечественного производства. И вот тут мы очень просим смотреть, как бы поддерживать, поддерживая рост цен на те явные судьбы, которые производятся в России, которые мы потребляем самому производственному производству. И есть сложная проблема, такая глобальная, скажем, еще одна проблема. Это была такая мера поддержки Минкомдорга через это. Это помещение металла, то есть, мы на это не поставляли. У нас 21 год, и их очень хорошо, как бы в страну не поставляли. Так вот, наши коды, Дэннет, нашей продукции, с этого года из этой мероприятишки убрали. Почему? Потому что посчитали, что это металлогия, а у нас на самом деле металла обработка. И как бы, например, наши два кода Дэннет, мы попали теперь в этот список, и нам вот эти даты на транспортировку, на помещение Дэннет, опять стало недоступным как поддержкой. Добрый день. По экологии хотел бы сказать следующее. У нас экологические вопросы, соответственно, связаны с производством. И на предприятиях существуют планы мероприятий по выполнению природоохранной деятельности. Соответственно, в это настоящее время эти планы нужно было бы продлить в сроке их выполнения. Вот такое предложение по природоохранной деятельности. Это и снижение выбросов загрязняющих веществ и сбросов, и отходообразования. Это первое. Существуют также вот проволочки бюрократические при приеме подачи документов, вот обращения идут в Роспроизводный обзор Министерства и при их рассмотрении. Вот сейчас это вообще не приемные вот такие бюрократические проволочки. Затем, у нас помимо того, что вот внесли, конечно, предложение Федеральной Палате исключить до конца года плановые или неплановые проверки, то есть камеральные проверки. Сдают отчеты предприятий. И при несоответствии в отчетах декларируемых и каких-то стат. отчетных сцепок выставляют очень высокие штрафы. То есть вот предложение о том, чтобы хотя бы на сегодняшний день исключить при несоответствии данных вот эти штрафные санкции, но дать возможность предприятиям пересмотреть, пересдать, перерассчитать. Вот. Теперь у нас существуют национальные проекты, которые реализуются в регионах. Это общефедеральный программ. По экологии у нас есть оздоровление реки Волга, это восстановление лесов. Соответственно, есть планы реализации этих национальных проектов. В Министерстве экологии проводился тендер на предприятия, которые будут реализовывать. Модернизируются отчетные сооружения. Опять-таки, модернизация производства, соответственно, связана с угрожанными товарами, если какие-то были импортные товары, их предусматривались. Значит, предусматривать импортозамещение при реализации нашего проекта, либо отсрочить дополнительный план. Вот, собственно, это будет. На предприятие, пожалуйста, Саша. Спасибо большое. Это очень хорошее и в настоящее время. Представляю, чтобы импортимание было. Прошел 10 сентября, загрузка максимально 30%. Курочка отелей 150 миллионов. Обороты, это еще даже без всяких налогоподложений, расходов и прочее. 8 миллионов. Из них вход, это 5 миллионов. А как на все остальное, непонятно, да, как достигнете жить. Поэтому очень хотелось бы, чтобы на нашу отрасль тоже обратили внимание с Казахстан. С учетом того, что, например, я же один из наших конкурентов в дистанции, одна из наших в Санкт-Петербурге, еще 20-21 году, он был выявлен, сделал теперь подготовительную поддержку, которая и мы поставили в свою очередь на компетентах, на эконом-развитие, и хотелось бы, чтобы они тоже разрешили перечислить их. Могу тоже сказать, что у нас в гостиничной отрасли где-то процентов 70% это МСТ, и где-то процентов 30% это крупный бизнес, потому что у нас очень большие обществы, основные средства, соответственно, не могут нанести к малому или к малому спецовому бизнесу. Поэтому, соответственно, хотелось бы, чтобы все-таки поддержка была не только для предприятий, где-то с 55-2 года, но и для крупных бизнесов, в том числе, и для крупных бизнесов, и без отелей. При этом одни коллеги вообще не получили никакой ЛСП, никак кто, члены группы поддержки, поэтому они также в 20-м году стояли и не получали отступы любые покороны. Следующий момент очень важный, это то, что разрешить включение на поддержки, если АК-55 не осталась дополнительной. Это тоже так, и в том числе ЛСП, много отельных переделок, потому что АК-55 отшел вверх, даже вверх, вверх. Следующий важный аспект – это уплата налогом имущества и уплата налога на землю. Это то, что длительная республика. Тоже, чтобы было понимание, я расскажу, что без именования отелей, чтобы не корректно было, вверх, вверх, вверх. Вверх, вверх, вверх. Костянница в центре Орель-Арландо – 160 млн. Ее налога имущества составляет 208 млн. в год. Этот отель зарабатывал в месяц 12 блн. с учетом ресторанов. За 2020 год, как бы, он хватил этот налог имущества. Никто, значит, не убрал по максимальной ставке. Мы дождали 222%. Опять же, обращайтесь к примеру, Питер, у них вообще были обменены и на другое имущество, и на другое землю для того, чтобы потерять. Поэтому, понимаете, у нас будет ростой, и два месяца после первого оборота, то вам заговорили даже надо просто потерять, чтобы заплатить на другое имущество. Если мы не сможем хотя бы его отрубить, как, допустим, у коллег от соседей, то хотя бы, если не став, то более низкое значение, то это все в больших условиях. Дальше у нас огромное качество, как я уже говорила, процентов 70 неарносит КМСП, поэтому, соответственно, работа выкрашенная в системе нового обложения и тоже то, что мы просили, для тех обслуживающих, кто у нас с агентом обложения до 1% и с агентом обложения до 5%. Если мы, как бы, боимся, что просто так, чтобы это было, например, так, как это сделали коллеги в Киеве, да, сделаем такие администрации, например, сохранение средней списочной численности и, например, поддержание средней заработной вклады. Минимальный уровень – 15 тысяч людей, да, может, иначе. Дальше тоже есть таких вот важных моментов. Мы сейчас боремся, и два сюда уже вывели с ПЖКХ и то, что касается ТКО. Мы здесь, у нас в Татарстане, в Татарстане, все 20 программативов. Я думаю, что это вообще проблема всех бизнесов, не только гостиничных. У нас это казалось, потому что мы стояли полностью вновь. А счета нам пришли. Как будто у нас, к сожалению, нователям, у нас началось новость, у нас всегда сто процентов Назарусска. И плюс еще в Татарстане учили, не как у других ребенков, субъектов, только гостей. У нас еще туда их и сотрудников тоже есть. Поэтому можете предоставить, что у нас все суммы ПТКО, если оплату 5 раз, произнестили и получили эту реформу. Поэтому хотелось бы как-то вот здесь вот какие-то моменты тоже с либо фактическим употреблением, либо как-то что-то с информативным сделать однозначно в нашей республике. Дальше, предыдущий момент, что Тарин Хаума говорила. У нас ведь не только гостиничные хозяйственные рестораны, поэтому тоже очень важно, что то, что озвучил Тарин Хаум, мы хотели бы тоже попросить, чтобы у нас разрешили экозуточную работу объекта питания. Для нас это важно с той точки зрения, что у нас в гостинице, допустим, четыре дня и звезды, вообще спецификация обязана работать экозуточно в нашем объекте питания. Сейчас пока, к сожалению, невозможно. Ну и вот еще раз озвучить то, что говорила Вера Михайловна, мы это консервируемо дадим одним словом. Это то, что касается вот именно водоканалов, есть предыдущие установления, мы описаны промышленные производственные концепции, которые у нас, более там, а ты участвует в ЗИБовых программах, очень многие. То есть у нас смеженная химическая опасность, которая идет в археологии, в которой мы производимся. Вот поэтому, соответственно, как-то, вот каким-то образом оправдают плату толчок негативного воздействия, там, коэффициент, например, 0,5. Вот, что сейчас мы просто относим сумасшедшую информацию, которую нам дают, вот, начиная за воздействием энергетического средства. Вот, наверное, пожалуй, зналый список. Будем узнать, если тоже высоких список. В то время, уважаемые коллеги, в принципе, самая главная проблема у нас, это, конечно же, ключевая ставка. Ключевая ставка – 20%, соответственно, ипотека на вторичном рынке – 22%. Эта ипотека абсолютно доступная, абсолютно невозможная, и можно сказать, что рынок ипотеки от вторичного рынка полностью умер. Вот, если мы проследуем такую логичную цепочку, то есть порядка 70% покупателей от вторичного рынка – это ипотечники. Вот, дальше, значительная часть покупателей первичного рынка – это те, кто продают вторичное жилье. Соответственно, данная ипотека убьет сейчас не только, в данной ситуации убьет не только вторичный рынок, но убьет еще и первичный рынок. Вот, соответственно, это несет в розу всей строительной ипотеки в целом. То есть нам нужны меры поддержки, которые на первичном рынке есть льготная программа продавания и вторичный рынок. То есть нам нужны именно федеральные программы поддержки именно вторичной ипотеки. На региональном уровне мы пока предлагаем, то есть мы это не сможем сделать своими силами, то есть мы предлагаем разработать ипотечный продукт, некий аналог, как есть у нас переуступка долевого части, то же самое переуступка ипотеки вторичной. То есть продавец вторичной ипотеки, у него покупатель переуступает ту же самую ипотеку на те же самые условия через банк. Я думаю, что мы такую программу сможем самостоятельно разработать, но если такой промышленный нам поможет организовать на этой площадке, собрать все банки в действующей республике, то мы вместе сможем разработать такой продукт. По крайней мере процентов 30-40 вторичного рынка мы сможем вытащить и спасти. Но в любом случае нам нужны меры поддержки на федеральном уровне. Развищаем осознательные ипотеки Храндиндс Андреев reference Он говорит, дай тебе дажи, он говорит, то что ты можешь, я где-то собрали сформировать, то для полмозации украшать. Давай да, там нас же не сформировал, а тут Кедичу ему уже подарить человек. А сейчас перезделку построить предприятие, именно там и есть строительство России, пройдёт. Хорошо, пожалуйста. Можно проверить на конкретное. Организация украшения на операционную. Хорошо. И тем, как Владимир Закичев, я думаю, если кто-то может сказать еще сразу, что Владимир Закичев сейчас спешит, то тем, что не только депутат Госдумы с большим образом, он сейчас координирует работу всех корпоративных депутатов, что там, конечно, 15. Так. То есть, наш депутат, с которого можно спрашивать, вопрос задал у нас в каких человеках. Пожалуйста, реагируйте. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Дорогие друзья, уважаемый Шенгер Ахимович, благодарю вас за приглашение. На самом деле, мы просто прилетели в Казань, и когда в окне график сегодня был составлен задание, когда Шенгер Ахимович сказал, что потом приехать, встретиться, в принципе, я не снялась, потому что, ну, по хорошему поводу мы здесь не при этом встречались, но сегодня ситуация, на мой взгляд, особенная, а не для сегодня, когда время, когда решается, ну, беспалкостных слов, судьба Российской Федерации, судьба нашей Великой Родины, страны, потому что ее будущее место в экономике и, соответственно, место нации. К сожалению, к большому сожалению, киевский режим, управляемый своими хозяевами, эту ситуацию довел до такой ситуации, где каждый день мы фиксируем появление абсолютно новых санкций, фиксируем появление новых ограничений, абсолютно политически мотивированных, которые, по крайней мере, безусловно сказать, что мы сегодня можем пока оценить весь этот эффект, мы действительно этого не можем, но вместе с тем, от нашей собственности, от нашего контакта, от наших мыслей и от наших решений зависит сегодня не только наша судьба, но и зависит в целом наши коллективы, бизнес, принимателей, экономика. И почему именно решил приехать? Потому что, во-первых, хотел сказать свою позицию, и, во-вторых, обменяться не в примере мыслей. Но, работая долго уже в финансовой сфере, в бюджетной сфере, в целом, просто хотел сказать о чем. Конечно, семьи сегодня, врачи говорят, пациентам войску находятся в очень серьезном стрессе, предупроводителей, и людей, и бизнес, и экономики, несмотря на то, что все-таки люди все испытывают, у меня сегодняшняя ситуация особенная, и каждый день мы действительно сталкиваемся с каким-то новым, даже вот сегодня, мы должны сегодня будем стать свидетелями для ДЭКО, потому что, по большому счету, Россия готова сплатиться на свои европавда, но, по крайней мере, созданы все механизмы для того, чтобы этот зачет, может быть, не прошел, хотя мы готовы сплатиться даже рублями. И, по большому счету, даже сегодня, эта ситуация тоже будет определенным сигналом, но я считаю, что она сигналом уже останется, и, наверное, и тезис такой, хуже не будет. То есть, он хуже после того, как уже введены все вот эти санкции, режимы ограничения, и то, что политические мотивированные, скажем, наши бывшие оппоненты покинули Российскую Федерацию. В целом, на мой взгляд, уже не будет. Вот несколько цифр, просто хочу сказать. Внутренний федеральный бюджет в объеме 25 миллионов рублей. Значит, примерно 15,5 – это не нефтегазовые доходы, и 9,5 – это нефтегазовые доходы. Понятное дело, что наш главный экономический документ, основа будущей поддержки, помощи и так далее, и так далее, и федеральный бюджет, просто хотел сказать, в ряд своих мыслей, которые мы тоже обсуждаем, смотрим и так далее. Если мы планировали получить, к примеру, 9,5 триллионов нефтегазовых доходов, то мы уверены, что до конца мы получим примерно на 5, на 8 больше. Не нефтегазовые доходы существенно не упадут, даже несмотря на какие-то экспортные ограничения, хотя он не такой большой, и ограничения, связанные с работой банковской системы. Таким образом, стабильность, в первую очередь, социальных групп, а это очень важно, пенсии, пособия, заработные платы и так далее, и так далее, и так далее, она будет обеспечена, и мы все-таки, вот, я уверен, закончим все это, с офицированных бюджетов, и потери у нас не будут. Основа просто нефтегазового дохода – это, безусловно, конъюнктурный центр, который сегодня есть, мы видим, как трубу сохраняют и очень бережно и нежно обходят все наши, скажем так, бывшие друзья, и я думаю, что таким образом так оно и будет. Поэтому устойчивость экономики, устойчивость бюджета будет в первую очередь успешена вот таким состоянием федерального бюджета. Что касается регионального бюджета, конечно же, они очень сильно зависят от подоходного налога, от прибыли, от предприятия и так далее, здесь будут проблемы, но вместе с тем, мы уже самым первым днем, когда вот это все произошло, приняли решение максимально передать полномочия правительству Российской Федерации, в части федерального бюджета, чтобы все изменения были максимально гибкими, максимально быстрыми, и правительство во главе, посоветовавшись и по главным контролем депутатов, очень быстро, не внося изменения в законы, не растягивая эти процессы, сейчас формирует в свою политику в части трансферных субъектов и, соответственно, в части своей... Что нам сегодня важно, для того, чтобы более четко оценивать стекла? Конечно, первое, ваку-прогноз, ваку-экономика. Начало апреля, середина апреля, я думаю, что у нас появятся первые существенные цифры, первая, дефиляция, ну, в целом ожидание примерно 16-18%. Второе, информация по занятости, безусловно, сейчас оценить пока это очень сложно. Кто-то получает зарплату, кто-то нет, очень много компаний, которые покидают. Ну и, конечно, началась стартная. Первые сигналы, что у меня тут все будет, мы посмотрим. Есть разные мнения, но абсолютно понятно, что 20% сегодняшних началась стартная, они позволяют вести какие-то работы, и все остальные. Если мы хотим сохранить бизнес, если мы сегодня хотим, чтобы при принимании все было, мы им должны искать варианты совершенно дешевого дня, вот именно сейчас, именно в это время. Это безусловно важно. Я думаю, что в конце недели у нас уже будет более четкое понимание к вопросу. Дальше, в отношении бюджета сказал, еще раз подчеркну. Это самая важная, устойчивая часть этой работы. Поэтому здесь мы практически полностью уверены, что здесь будет все стабильнее, и поэтому и поддержки, и все остальные будут. Что предпринимает правительство? Безусловно, есть штаб. Весь федеральный бюджет, вот эти 20 лет приведет, а те, которые уже видят, скажем, доходные части. Я еще раз говорю, я уверен, что доходов будет больше. Не принимается решение по секвесту, и абсолютно правильно. Ни в коем случае нельзя срегистрировать, мы получим больше доходов. А будут просто перераспределены, например, 10 процентов расходов на наиболее важные и необходимые вопросы, которые необходимо решать сегодня. Какие у вас расходы будут перераспределены? Ну, основном инвестиционного характера, которые сегодня не являются первой очередной. И они будут перенаправлены на вопросы поддержки, на вопросы компенсации, на вопросы развития тех или иных производств, которые в первую очередь сегодня пострадают.